Игорь Куркин Когда он, допустим, не согласен с вашим каким-то решением Как быть убедительным, как объяснять ему свое мнение, свою точку зрения, доносить правильно, вкусно И так, чтобы партнеры, ваши союзники, это ваша команда, ваши поставщики помогали вам в этом Передаю слово, ухожу из кадра, нас слишком много сегодня Спасибо, Женя, всем здравствуйте 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 Всем слышно? Плюсики поставьте, пожалуйста Звука сейчас пишет, нет? Отлично, добрый вечер Меня зовут Игорь Куркин Я дизайнер и декоратор с 10-летним стажем работы Я фрилансер, не работаю ни на какую студию Своей студии тоже не имею Собственно, моя студия – это я Меня положительно характеризует одно главное качество За все 10 лет моей работы практически все мои объекты, они бесконфликтные Сегодня мы проведем с Лилей вместе этот вебинар, расскажем как раз как справиться с множеством, как избежать множества конфликтных ситуаций, которые могут возникать с клиентами, каких-то непониманий, трудностей Чтобы вам не было очень скучно, мы вам поставим в картинке красивый американский интерьер Да, это последняя выставка, американская, прям самая свежая, буквально вот двухнедельной давности Лиля привезла с собой Из Америки, в Альпант-Март, никто не знает, потом расскажем попозже Да, 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 чтобы вы не скучали Цель, хочу начать вообще весь этот вебинар с прописных истин, с целей нашей работы Что мы хотим от вообще своей работы получить? Конечно, первое, очень важное, это некое самовыражение Мы все приходим в дизайн, мы все приходим в декораторское искусство, мы все приходим в архитектуру Из-за того, что мы ищем самовыражение и пытаемся найти себя в этом, потому что нам это очень нравится, потому что мы это любим Второй момент, это признание, признание наших талантов, признание наших умений, признание утонченности, изысканности нашего вкуса Естественно, очень важно, самое главное, мы стремимся к красоте К тому, чтобы сделать свой мир, мир окружающих нас людей В конечном итоге мир наших заказчиков очень красивым, очень уютным, очень гармоничным Мы всем своим видом пропагандируем это, все свои работы пропагандируем именно это Конечно, как итог, мы все хотим зарабатывать на этом деньги И вот тут очень-очень важный момент Мы должны преподносить клиенту свое видение и свое умение таким образом, чтобы не вызывать каких-то отрицательных эмоций клиента Потому что нужно понимать, мы с ремонтами, мы с какими-то сложными работами интерьерными сталкиваемся ежедневно, абсолютно повседневно Это наша работа, это суть нашей работы Люди это делают очень редко, люди это делают там один, два, три раза в жизни И естественно, от того, что они делают, они должны получить максимум положительных эмоций Следующий момент, почему клиент выбрал именно вас? Конечно, все основываются в своем выборе исключительно на своем опыте И на ваших предыдущих опытах, на ваших работах Конечно, все основываются в своем выборе на вашем таланте и на соответствии вашего представления о прекрасном Со своими персональными вкусами И важнейший момент это то, что вы пропагандируете Как вы выглядите, где вы живете, какие ценности вы пропагандируете Как вы доносите это до клиента Очень важно дружиться и понять человека Мы все должны быть немножко психологами Да, Татьяна, вы задали вопрос, можете общаться как гость Конечно, можете, все могут задавать свои вопросы Вообще, без всяких проблем По ходу вебинара мы постараемся на них, на все эти вопросы вместе с Лилей ответить Очень важно подружиться и понять За то короткое время, которое длится первая встреча с клиентом И первое общение с клиентом Мы, как практикующие психологи, должны очень четко понять его нужды И вообще, очень четко понять с людьми, как мы общаемся С которыми нам приятно общаться Приятно будет взаимодействовать достаточно протяженное время Либо не очень приятно И насколько мы подходим тому клиенту, с которым нам общаться предстоит Нужно понять особенности этих людей Нужно понять их привычки Не стесняйтесь задавать вопросы У меня, в частности, есть клиенты, работа над проектом Которых вот сейчас в данный момент ведется До первого общения, как бы, все казалось очень стандартным и простым И ровно в тот момент, когда мы с ними первый раз встретились Выяснились очень интересные подробности В частности, о том, что кровать в спальне должна стоять обязательно у стенки Должна стоять просто обязательно у стенки Потому что иначе там заказчик не может спать Это ломало там мои представления о спальне Но это оказалось минимальными проблемами Которые быстро выяснились, были преодолены И, соответственно, дальше проект пошел в свой тетей дом Следующим пунктом вы должны решить для себя Согласны ли вы, хочется ли вам там работать То есть даже если клиент выбрал вас Вы должны понимать, принесет ли это моральное удовлетворение вам Сможете ли вы работать Потому что в конечном итоге самая неприятная ситуация, которая на этапе работы дизайнера Может сложиться Одна из самых неприятных ситуаций, которая может сложиться на этапе работы над проектом Вы сделали проект, клиент все подписал и полностью согласился с вашим мнением Вы вышли на реализацию этого проекта Вы его уже делаете И в этот момент по причине каких-то личностных разногласий Которые возникли в процессе работы Вы этот проект вынуждены оставить Вы вынуждены уйти Вы потратили массу своего времени Вы отдали часть своей душе этой работе И вам, вы там на что-то рассчитывали Вы что-то хотели Это разбитое ожидание и ваше И в итоге это разбитое ожидание вашего клиента Который должен был от этого процесса получить Ну, как минимум, моральное удовлетворение Можно я вам задам? Да Картинки всем видно? Вы их видите? Хорошо видно? Плюсики? Отлично, спасибо Отлично, очень здорово Для того, чтобы вам легко было работать с вашим клиентом Лично у меня есть несколько таких вот устоявшихся уловок Первое Нужно очень четко разработать концепцию Что я под этим подразумеваю? Это не только ваше видение проекта Не только ваши подписанные визуализации Это одно очень емкое слово Или какая-то вот очень простая фраза Которая будет полностью характеризовать ваш объект От начала до конца, вот вплоть до запаха То, что будет понятно и вам, и вашему клиенту Потому что, опять в качестве примера Сейчас работаю над проектом Где клиентка очень долго не могла понять Что я имею в виду под словом неоклассика И когда мы дошли уже до предметного дизайна До подбора мебели Она мне начала предлагать какие-то предметы интерьера Которые совершенно Да, фотографии, наверное, можно будет получить Дальше Вот дальше Будет мое слово Я все расскажу, каких можно получить На каких условиях Конечно, можно будет, да Более того, здесь всего 100 фотографий Для этой презентации сделано У нас в последней выставке более 4 тысяч Поэтому об этом поговорим позже Естественно, что мы будем с вами делиться Это наше все Чтобы вы это видели Мы ваши глаза В мире дизайна Предметного дизайна Поэтому я чуть позже об этом скажу Давайте, я прошу прощения Мой дорогой Вопросы задают Да, конечно, конечно Вы должны выдумать с клиентами это слово Мы долго с клиенткой думали на эту тему И в итоге мы пришли ко мне Что таким словом будет Тиффани Который полностью характеризует весь ее объект И как только она пыталась принести Ну и борочатый элемент в свой интерьер Да, я просто произносил слово Тиффани А вот в бутике Тиффани стоял бы этот стол или нет И все вопросы были закрыты Таким образом, вопросы вот конфликтов Касающихся там Вынесения каких-то предметов Да, предложений заказчиков Они очень легко снимаются Нужно Я для себя всегда определяю Очень главное Очень важное Вот самое главное в этом интерьере Чем я не могу поступиться Вот не могу поступиться светильниками Например Или не могу поступиться отделкой стен Где-то я не могу поступиться отделкой пола Очень часто бывает так Что мы работаем в рамках очень жесткого бюджета За который не можем выйти И для того, чтобы сохранить стиль этого интерьера Очень важно понять Какие у него будут краеугольные камни То есть где мы можем себе позволить сэкономить Где мы позволить сэкономить себе не можем Можно идти Зайти через Facebook По ссылке все равно требует пароль Могу общаться как гость Спрашивает Татьяна Да, Татьяна Вы уже здесь Мы видим ваши сообщения Поэтому мы тут все гости Мы в том числе Да, спокойно можете писать Мы постараемся на все ваши вопросы ответить Вот очень важно для себя определиться Что первично в вашем интерьере Чем вы можете пожертвовать Чем пожертвовать не можете Вам это очень сильно облегчит работу В дальнейшем Когда вы будете наполнять интерьер уже готовыми предметами А дальше самый важный момент Нужно уметь отстаивать свою точку зрения И вот тут можно использовать несколько психологических приемов Прием первый Помните слово концепция И его употребляете часто Когда у вас возникают разногласия с вашим заказчиком Психологический прием второй Нужно всегда говорить справку Могу привести очень простой пример В один из интерьеров я пытался поставить кресло винтажное 60-х годов На картинке, на визуализации клиентка подписала Все очень легко и просто Но когда пришло время окончательной оплаты и выбора этого кресла Я повел ее показать его вживую И она мне сказала вот эту сакраментальную фразу Которую мы все слышим по три раза в день Я не вижу это кресло в своем интерьере Вот мне кажется, что нет Оно сюда как-то не подходит Я этим приемом пользовался уже не однажды Мало того, знаю, что многие наши коллеги пользуются этим приемом тоже очень часто Они говорят правду Они говорят, пожалуйста, я вас очень прошу Весь мой интерьер был построен на этом кресле Если его здесь не будет, не сбудется моя мечта о вашей квартире Можете говорить, что я очень хочу вашу квартиру опубликовать Но так как не будет центрального элемента Вы не сможете этого сделать Потому что не будет полностью вот он закончен Не будет он собран Самое главное, не обманывайте Говорите честно, что вот это ваша мечта И благодарите за то, что благодаря деньгам этого клиента Благодаря тому подобрате вы эту мечту можете осуществить Какая ответственность на клиента Боже мой Да, да, да Перекладывайте ответственность себя на клиента Чувство вины Конечно Что-то возникает у него Нужно, можно, иногда полезно напоминать клиенту о эргономике Да, это часто работает с кухнями Когда клиент видит кухню в барочне В современном интерьере Вы совершенно не видите эти пилястры И понимаете, что они там не должны находиться Потому что будут предметами чужеродными Пойти на компромисс с клиентом вы не можете Напомните о том, что вместо 20-сантиметровых нефункциональных колонн Вы можете поставить чудесный 40-сантиметровый шкаф Куда влезет там половина ее кухонной утвари Вот, это часто работает Еще один прием Нужно основываться и аргументировать свою позицию своим опытом В конце концов, помните, что люди выбрали вас Они не уверены в собственных силах Они уверены в силах ваших Конечно, им трудно доверяться полностью незнакомому человеку Потому что знакомым вы достаточно шапочно И только в радиусе тех функций, которые вы выполняете на их объекте Не всегда, точнее, не часто вы становитесь членами семьи своего заказчика Поэтому люди вынуждены доверять вашему мнению и опыту Говорите честно Я это вижу, это должно стоять здесь Потому что я уже много раз это делал Это правильно, это работает лучше всего Это касается очень часто инженерных систем Например, я люблю ставить определенные радиаторы Выглядят именно так Я их специально снял и клиентам всем показываю Что в интерьерах будут стоять только они Ничего другого Потому что я не люблю радиаторы прятать Я люблю, что они выглядят так Мне нужно, чтобы они были надежными и качественными И тут я могу выступать абсолютно экспертом в этом вопросе Часто помогает, нравится с конфликтными ситуациями Правила надо быть, а не казаться Когда очередной клиент пытается доказать вам Что плитка по дереву значительно надежнее, чем дерево натуральное Нужно объяснить ему, что прелесть природного, настоящего материала Никогда в жизни искусственно не может заменить Ни одна даже самая качественно выполненная копия Компромисс можно идти только в том случае Если этого требует функционал или эргономика Но в частности, если из белого окражского мрамора Столешницу на кухне делать будет только последний дурак Потому что через два дня этой столешницы не будет Она будет грязная и некрасивая Иногда стоит напомнить об экономии Ну, в частности, если вам очень важно Чтобы электроустановочные приборы были у вас красивые Очень эффектные, очень дорогие Но при этом надо вписаться в бюджет Объясните клиента Давайте мы там с вами купим красивый мельжак И поставим его на стены, а не красивые розетки Мы спрячем в плинтуса И таким образом мы выйдем в тот же самый бюджет Но при этом получим очень красивую картинку Если ничего не работает, приводите примеры великих Есть шикарная фраза у Габриэля Шанель По поводу того, что надо быть, а не казаться Эта фраза часто очень работает Например, когда, извиняюсь, надо быть, а не казаться Эта фраза очень часто работает Вот касаемо натуральных материалов Есть еще второй момент Когда клиент вам предлагает внести ненавистные золотые кудряшки И барочный интерьер в помещение с высотой потолков 2,5 метра В этом случае 2,75 Наша любимая дорого-богата Да, наша любимая дорого-богата Можно, опять же, вставить фразу Моя любимая Шанель О том, что между роскошью и хорошим вкусом Всегда нужно выбирать второе Это тоже очень-очень хорошо работает Обычно это ставит человек на место И он понимает, что действительно Наверное, это мнение абсолютно авторитетное и правильное Ну и, конечно, один из самых важных моментов Это помощь друга Наши друзья – это наши поставщики Часто, если наше мнение является для клиента Не полностью авторитетным Помощь поставщика, помощь друга Приходит нам на выручку Конечно, нужно любить своих поставщиков Конечно, нужно дружить с ними Конечно, они должны с вами дышать одним воздухом Пить одно вино Да, пить одно вино И помогать Любить одни курорты И помогать в работе Как раз это сделать Вот как это сделать И как это они делают Вам расскажет Лиля сейчас Да, 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 сейчас секундочку Тогда ты сейчас напоминаешься Да Отпомянуть Да, здрасте всем еще раз Меня зовут Лиля Я повторюсь Компания Design Place Фотографии мы обязательно вам покажем Мы вас пригласим всех гостей в конце вебинара Компания наша занимается американской мебелью Американскими светильниками И мы являемся параллельно друзьями Многих дизайнеров Многих декораторов Многих архитекторов И мы помогаем нашим партнерам В первую очередь Наши партнеры – это дизайнеры-архитекторы Мы помогаем им Вам в будущем, надеюсь Помогаем сделать эту мечту Эту красивую картинку Вовладить ее в жизнь Не буду заниматься нашей рекламой Потому что у нас сегодня тема Именно как убедить Очень важно в вашем убеждении Как я считаю Выбрать правильного партнера Если вы уверены в вашем партнере Который сделает все в сроке Который сделает то, как нужно вам В каких сроках нужно вам С той гарантией качества Которая нужна вам И вашему клиенту Соответственно Он возьмет на себя все риски Которые обычно Не все компании могут взять на себя То есть Когда вы выбираете партнера Как поставщика Вы уверены в нем полностью Что он Обеспечит вашему клиенту Спокойный сон То есть Ваш поставщик является гарантом Того, что Ваша мечта С точки зрения дизайна Будет воплощена Поэтому вам нужно максимум внимания Уделить Выбору партнеров Этих партнеров может быть много В течение вашего проекта Это может быть один Который делает вам полную комплектацию Это может быть 20 Мрамор, двери, столярка Свет, мебель Декор и так далее Но даже если у вас будет 5, 15, 20 Должны быть в них В себе Ну, естественно Вам нужны Я думаю, что те, кто Новенький дизайнер Выходит, может быть Только сейчас Может быть нас слушают Выходит на этот рынок Вам нужно заручаться Какой-то поддержкой Уже опытных дизайнеров Таких, как Игорь, к примеру С кем работать Кто зарекомендовал себя Как правильный поставщик Кто правильно решает Любые конфликтные ситуации Плюс Ведь очень немаловажно Поставщики Допустим У меня было немало опыта Именно Финальных встреч с клиентами Которые проходят Обычно у нас в шоуруме И могу сказать Что мнение На этой встрече Финальной По выбору дивана Или по выбору кровати Или по выбору люстры Оно очень часто Наше мнение На этот виду поставщика Оно часто помогает Дизайнеру Убедить клиента Что именно она Нужна в этой гостиной Или в этой спарте Даже иногда бывает Что уже определенный предмет Как бы список предметный Он укомплектован И заказчиком одобрен Но на этапе закупки В связи с нынешними Ситуациями всевозможными Мы не вписываемся в бюджет Вот грамотный поставщик Не ломая вашей концепции Может помочь выбрать Какие-то более бюджетные варианты Что-то заменить Перейти к какой-то другой фабрике Естественно мы не боги Мы не можем знать всего Мы не можем знать всего рынка И вот именно в этот момент Поставщик может прийти к нам на помощь Потому что он рынок отслеживает Более профессионально Поэтому доверяйте минуем И выбирайте правильных поставщиков Которые могут вам помочь В этой ситуации Ну да, то есть очень важно В принципе, как мне кажется На этапе формирования спецификации Если, допустим, очень нравится диван Бейкер Но он стоит дорого Или не может клиент себе позволить Ваш поставщик должен обеспечить вам 2-3 аналога Очень похожего дивана Но это будет не 20 тысяч долларов А может быть 10, а может быть 5 А может быть и 1000 И именно задача поставщика Обеспечить вам спокойствие С точки зрения именно выбора аналогов Этих предметов Которые вы выбрали для вашего проекта А это уже работа, конечно, поставщиков Которые должны быть большими профессионалами Знать все новые коллекции Быть в курсе всех новинок Всех тенденций Всех, не знаю То есть может какие-то фабли Бывают проблемы То есть у них закончено производство Или какие-то бывают сбой на производстве То есть ваш поставщик должен быть вашими глазами Именно в мире производства того Что вы хотите привести к вашим клиентам Да, кроме этого Во-первых, это правильно И очень важен следующий момент Вот то, о чем вскользь мы уловили Но это часто срабатывает Это часто помогает Когда в жизни нельзя ставить человека дискретно Без выбора Не оставлять его без выбора Вы его помощник Вы помощник Вы человек, который пропагандирует Абсолютную такую красоту Абсолютную эстетику его жизни Пытаетесь создать ему Вот эти условия А еще больше работает Прости, пожалуйста Закончили Да, и вот как раз работа поставщика в этом плане Она очень важна Потому что, как правило Вот мы формируем, например, с поставщиками Альтернативные Там вот то, что я называю Выщий листы у нас есть Вот выщий лист главный То, что мы любим Это наша спецификация То, что нам нравится И то, что мы хотим перенести в интерьер Мы всегда даем возможность клиенту выбрать Там есть приоритеты То, что мы не готовы поменять И у нас там есть второй и третий вариант комплектации Когда где-то мы идем на уступки Где-то мы идем на какой-то другой бюджет Где-то мы уступаем клиенту чисто визуально Предлагаем ему то, что больше нравится Бывает, что мы даже вместе договариваемся И не зарабатываем на этом предмете Потому что мы очень хотим Чтобы этот предмет был в этом интерьере И мы уже тут, наша работа именно с дизайнером поставщика И говорится, что окей, на чем-то мы сможем заработать А вот на этом мы, то есть клиент не проходит бюджет Да, да Но мы очень хотим Ведь наша работа... Не только хотим, да Это вопрос еще и чисто дизайнерский, чисто шкурный Потому что, конечно, наша главная задача Это не просто сделать интерьер красивым И потом его кому-то показать Где-то опубликовать А еще очень важный момент Как я считаю, когда мы даем право выбора клиенту Я наблюдала это сотни раз На финальных встречах с клиентами Что когда ему дается право выбора Он уже более спокоен То есть, грубо говоря, мы его психологи-экономщики Которые экономят его бюджет И мы даем право выбрать ему Допустим, какая-то вещь стоит Вот тысяча, две, три, к примеру, долларов И он понимает, что если он хочет за три То почему это стоит три? Он трогает ткань Он смотрит на фактуру люстры Либо смотрит на фактуру двери И он понимает, почему здесь нет Но, тем не менее, он понимает, что это для него Неприоритетная позиция В этом, допустим, пространстве Поэтому выбирает золотые свечи А в другом пространстве Допустим, ванной или спальня Для него будет очень важно поставить дорогой кровать Или очень дорогой кровать Это для него важно Поэтому, давая выбор, вы даете возможность ему Быть участником этого процесса И очень важно, что такая возможность Предоставления выбора Она не зажимает человека в рамки Оставляет его расслабленным Дает ему возможность Создать свое жилое пространство Без лишних напряжений Без лишних негативных эмоций Мало того То, о чем сейчас рассказывала Лиля Это ровно то, о чем говорил я Она просто усилила немножко этот момент Существуют приоритеты Вы всегда должны расставлять приоритеты Вот здесь я хочу видеть вот это Вы договариваетесь об этом с клиентом заранее Но вы где-то можете скомпенсировать Если вы не проходите по бюджету Или не очень устраивает клиента Он не понимает того внешнего вида Который вы задумали Что вы хотите получить в итоге Какую картинку Вот это дает возможность Вот этот вот выбор Который предоставляет Ставщик грамотный Дает возможность вам Вот скомпенсировать Вот всевозможные вот эти вот нюансы И моменты И не перейти в какую-то конфликтную фазу Когда человек тебе скажет Нет Я не хочу Да, тут еще очень важно Как мне кажется Чтобы дизайн это разговаривал в самом начале Чтобы он доверял вам, профессионалам То есть он знает, что в ваших руках Он расслабился И он знает, что будет все чудесно и хорошо Поэтому вам обязательно нужно быть пропитанными всеми новинками Быть всегда во всех трендах Понимаете То есть исследовать все сайты Европейские, американские, австралийские Быть именно глазами для вашего клиента А этими глазами для вас будет ваш поставщик Который вас обеспечивает этой информацией И дает вам возможность В глазах ваших клиентов быть на высоте Правильно я понимаю? Да, конечно, правильно И очень важный момент О котором мы сейчас говорим Но не проговорили Это по-честному Вот это есть на самом деле Встречайтесь со своими поставщиками заранее Не смотрите на картинки Только И не приводите человека неподготовленного К неподготовленному поставщику Менеджер Это еще очень важный менеджер Который в этой компании работает Придите Обговорите Решите все на этапе подготовки К встрече с клиентом Подготовьте спецификацию Вместе все просмотрите Учтите все нюансы Все моменты Как в шахматной партии Абсолютно четко Отложите по полочкам Что это я могу заменить на это А это я могу заменить на это Это я знаю Это мне показали Могу предложить какую-то альтернативу И объясните Что важно для вас Своему поставщику Для того чтобы очень грамотно Он мог подать Это не шкурный интерес Это не вопрос Чистого заработка денег Это вопрос внешнего вида Я очень хочу в этом интерьере Именно этот диван Я знаю что Именно он В этом интерьере Будет уместен И он нужен Он создан для этого интерьера Но человеку объяснить Что этот диван стоит Там 20 И мне его нужно сюда поставить Когда есть масса альтернатив Там за 10 и за 5 Очень сложно Вот задача вашего поставщика Как вашего партнера Объяснить Почему он 20 Почему он лучше И почему он нужен здесь Потому что только основываясь На вашем персональном мнении Человек этого может не понять А когда он разговаривает Профессионал мебельщик Например Или аксессуарщик Он поймет разницу Тем более они С точки зрения технологии Производства отдельных предметов Знают Больше чем Ну да Тут уже можно Вам доверяют Как дизайнеру С точки зрения дизайна Общая тетика Когда вы приводите К поставщику Который работает Не первый год И был на производствах И знает всю Поднакотную И знает Что вам порекомендовать Конечно Вы уже Как партнер Выступаете Ваш партнер Поставщик Ваша защита Перед глазами клиента Поэтому Конечно Это На самом деле Крайне важно Еще очень важно Видеть красоту Которая потом Публикуется в журналах Видеть всю эту прелесть Которую мы с вами Делаем Мы партнеры Делаем Проекты И дальше Это видим В АД В Эндекорию Где бы то ни было Надеюсь И будем дальше Это Лицезреть Может быть Тогда уже Перейдем к вопросам Да У вас вопросы какие-то есть Если есть Задавайте Может быть Какую-нибудь Еще тему раскрыть Может какие-то Вопросы интересуют Персональные Игорь Да У Алены Старценко Очень Хороший юмор Давайте мы Раскроем побольше Именно По Психологию Работы С клиентом Как еще больше Убеждать Мне кажется Да Вы задавайте Вопрос Если у кого Какая-то ситуация Была конфликтная Например С клиентами Задавайте А Может быть Было что-то Похожее Как меня Могу вам Помочь Чем Могу вам Что-то Подсказать Да Надо пока Картинки Какие-то Нарасменить Да Картинки Все Видно Так Ксения Надежда Ждем Ваши Ваши вопросы Можно Я пока Свои вопросы Если у поставщика Несколько Шоурумов И допустим Есть такие поставщики Но я не про вас Именно А конкретно Что они Конкурирующие Шоурумы Между собой Каждый менеджер Борется за своих Как Повлиять на заказчика С точки зрения Того Чтобы он ходил В тот шоурум Которым Где вы Дружите с менеджерами То есть Одна компания Несколько Шоуру Но не хочу Называть Какие-то Компании Все знают Что много Таких У которых Ни единый Центр Продаж Но вы знаете Мне кажется Что всегда К нам идут На человека Согласитесь Что вы работаете С тем С кем Приятно Работать И с кем В ком Вы уверены Соответственно Вы Ведете Туда Этого Человека То есть Вы не сможете Работать С тем С кем Вам Здесь важно Подобрать Менеджера Которые По душе Так это Ваша работа Работа Дизайнера Подобрать Поставщика Менеджера Все условия Для клиента Чтобы ему было Комфортно Приходить Пить кофе Есть конфеты И слушать Про красоту Будущего дома Да нет В конце концов Это очень важно Следующее Продавление Среди себя Конечно Мы в первую очередь Продаем себя Это вопрос продаж А дизайнер Продает себя Свои умения Таланты В конце концов Вообще Свой образ жизни И свой внешний вид Вот И это Исключительно Работа дизайнера Доказать клиенту Что То место Куда он его привел Это место Самое лучшее И правильное Здесь его не обманут Здесь ему дадут Рациональные Правильные цены Здесь его Укомплектуют полностью Это работа Исключительно дизайнера На самом деле Это такой скорее вопрос Даже Не по теме Это вопрос общий Но убедить клиента Все равно нужно Это правда Ксения задала вопрос На самом деле Очень правильный Все заказчики Соглашаются На комплектацию Как грамотно Сделать так Чтобы заказчик Соглашался На комплектацию Значит По поводу этого Скажу так В принципе В предыдущем Своем спиче Я уже Всю эту тему Раскрыл Вдоль и поперек Наша задача Донести до человека Ту стилистику И тот образ Его будущего интерьера Который вот мы видим И что мы закладываем В него И в тот момент Когда человек Приходит к вам Когда с человеком Вы приходите На комплектацию Когда вы там Видите готовые предметы Или комплектацию Ему это предоставляете И заказчик полностью На нее не соглашается Отвергает все Что вы ему предложили Это исключительно Наша недоработка Значит Мы не разобрали По косточкам Этот интерьер Еще до этапа Комплектации Значит Мы не обсудили Мы не выработали Единой концепции Значит Мы разговариваем Абсолютно на разных языках С этим человеком Вот То есть Это проблема Исключительно Предварительных отношений Значит Мы не провели Свою работу Как психологи Значит Мы с ними Договорились Значит Мы не узнали О том Что его Интересует Что ему нужно Что ему интересно И что он хочет Видеть в своем интерьере Наша задача Мы как ужимы Должны подстроиться Под мнение клиента Мы должны полюбить То что мы делаем В конце концов Мы все это должны Делать душой Но Помнить нужно Всегда об одном Что какие мы Свои амбиции Не пытались удовлетворить В конкретном интерьере Жить в нем Не надо Жить в нем Человеку Который Платит И Мы должны Попытаться Сделать Правильный микс Между Своими Эстетическими Вкусовыми Пристрастиями И Мнением И особенностями Там клиента С кем мы работаем Можно я добавлю По этому вопросу Что не все заказчики Соглашаются на комплектацию Я думаю Что сегодня В наше экономическое время В первую очередь Все заказчики считают Что это будет проблема Всегда Что дизайнеры Слишком много зарабатывают Что мы платим Слишком большие Поставщики платят Слишком большие Бонусы дизайнерам И естественно Почему они Как правило Не соглашаются на комплектацию Потому что они считают Что они пойдут по рынку Сами все найдут Найдут это дешевле Привезут это сами И так далее Ваша задача Как мне кажется То есть я нахожусь На другой стороне медали Я понимаю Что Мне нужно дать вам Чтобы вы были уверены В поставщиках То есть Самое главное Что вы убедили Ваши заказчиков Что те цены Которые ваши поставщики Предлагают Они самые конкурентные А для этого Вам нужно убедиться Самим В этом Что те сроки Которые Дают ваши партнеры Они самые лучшие И мы уложимся В сроки Обращения проекта То есть здесь Нужно убедить Заказчика в том Что вы проработали Настолько хорошо Ваше Ваше поле Поставщиков И партнеров Что в принципе Им уже не нужно По этому поводу Ничего делать Они могут проверить Обычно это делается Угласитесь Сейчас все ходят По рынку Но они возвращаются Потому что они понимают Что действительно Цены были лучше Действительно Там девушки С сервисом чудесным С подборками Были отличные Зачем искать лучше То есть Какие-то Телодвижения Производить И так далее Поэтому Конечно Вам Конечно Комплектация Это ваш хлеб Наш тоже Всех Мы все это понимаем И мы все Хоть мы и за красоту Конечно мы за красоту Но тем не менее Кушать хочется Всегда и всем И дизайнеры Ничем от этого Не отличаются Собственно говоря Поэтому ваша задача Как мне кажется Именно сделать Быть уверенным В ваших партнерах Что вам Дают лучшие цены Для этого вам нужно будет Самим делать Некую Наверное Ну выборку Того что С кем вы работаете Так Вопрос от Алисы Гришко поступил А вопрос Такой личный На самом деле Алисе Я отношусь Наверное Вот той счастливой Категории дизайнеров Которые никогда Не нуждались В каком-то таком Очень большом Самопиаре А все вопросы Видят да? В чате Да Вопросы в чате Всем видны Извините Мы новички Поэтому мы задаем Вопросы Евгению Я старичок Да Почему Во фрилансе Просто так Получилось Что Начиная Там самого Первого Своего объекта Куда В принципе Меня пригласили Ну в общем История началась Так Сначала Делал для себя Потом Делал для друзей Потому что Друзьям нравилось То что Делал для себя А когда Подтянулись Друзья Друзей Я понял Что я больше Не буду Делать Бесплатно Я решил Что я буду Делать За деньги И Так получилось Что Моим рекламным Агентом Было Сарафанное Радио Кто-то У кого-то Увидел Но Это Такое Это Просто Вот Такое Маленькое Счастье На самом Деле Мое Что Мне Не приходилось Себя Как-то Пиарить Я Всегда Был Занят Это Говорит Без ложной Скромности Всегда Был Занят Всегда Вел Массу Объектов Даже Отказывался Имел Наглость Потому что Там Ездить Далеко Или Абсолютно Не Мое Не Нравится Ну Ленивый Это В Кризисное Время Обратите Внимание Игорь Выбирает Выбирает На самом Деле По поводу Того С кем Сотрудничаю Да Сотрудничаю С чертежниками В принципе Сам не черчу Сотрудничаю С чертежниками Сотрудничаю С визуализаторами Нанимаю Людей На работу На временные Работы В принципе Там Штата Никакого Нету Но Когда Нужны Чертежи Когда Нужна Визуализация Всегда Если у клиента Есть уже опыт Предыдущих ремонтов И Так 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 Сеня У нас убежала Да Секундочку Предыдущих ремонтов И Есть проверенные бренды А я предлагаю Попробовать Новые фабрики Конечно Вам нужно в первую очередь Объяснять это тем Что время не стоит на месте И скорее всего Ремонт Который они делали 15 лет назад И 10 лет назад И скорее всего Это те были Итальянские Может быть Фабрики Может быть Они хорошие сегодня Но все-таки Время не стоит на месте Есть более Лучшие фабрики Новые технологии Новые тенденции Новые тенденции В мире дизайна В моде дизайна И так далее Вы можете оперировать Опытом Ваших там Дизайнеров С которыми вы дружите Может быть С кем вы общаетесь Можете оперировать Своим опытом Что вы уже привозили Эти новые фабрики Но опять-таки Это ваше умение Умение убеждать Что именно эта кухня Именно эта плитка Должна быть В этом проекте Потому что вам потом Ну то есть Опять-таки Повторяюсь Игорь У него уже сарафанное радио Который дает ему рекламу И мне кажется Вот для меня Самое лучшее сарафанное радио И для нас тоже Боставщиков Это сарафанное радио Да То есть Вы сделали один раз хорошо Вы сделали два раза хорошо Вас рекомендуют Постоянно И вам реклама не нужна Мы на рекламу Не тратим ничего Зачем У нас есть Входящая реклама Вокруг вы Дизайнеры На самом деле Надежда Вот Вы задаете Прекрасные вопросы Вопросы очень правильные Вот тот вопрос Который вы задали По поводу опыта Предыдущих клиентов Вот я с ним столкнулся Вот буквально На том объекте Который вот Завершен неделю назад Прям вот Все могу рассказать Из собственного Из личного опыта Заказчица Когда-то Причем совсем недавно Там около 4 лет назад Она исполнила свою мечту У нее появилась Первая московская квартира Которую она сделала Там своими руками По собственному вкусу И вообще вот Как хотела Ей все это очень нравилось И все было очень здорово И все было очень хорошо А тут она внезапно Вышла замуж И разбогатела Она приобрела Значит новую квартиру У нее там Изменили Жизненное обстоятельство У них в семье появился Еще один ребенок Квартира достаточно большая И в силу Про занятости семьи Ну а также просто Возможности финансовые Они могли Ну и Там очень важный момент Был Они не знали Как узаконить Перепланировку Кому обратиться Чтобы это сделать И как сделать так Чтобы перепланировку Вообще можно было Узаконить Вот они обратились Ко мне Опять же Сарафан помог Заказчики оказались Потрясающими С которыми первые Две недели общения Были совершенно ужасными Мы отработали В итоге с ними На протяжении полгода За полгода Мы закончили весь этот объект Мы отработали с ними Душа в душу После двух недель Моей дикой головной боли Потому что На каждое мое предложение Сыпался контраргумент Что такие дверные рубочки Я не хочу Потому что На предыдущей квартире У меня были вот такие И мне они очень нравились И мне с ними было Очень удобно Такая аргументация На самом деле И вот такой антагонизм К предложениям дизайнерским Есть практически У всех клиентов Имеющих там Некий опыт Обустройства Своего жилья Самостоятельный А также опыт работы С другим дизайнером По поводу случая второго Уже от начальной Другого дизайна Что-то не нравилось Если они там Выбрали себе Другого человека Который им помогает В первом случае Да Ситуация Несколько тяжелее Но Своё мнение Нужно быть На собственном опыте А также На каких-то Собственных картинках Если этого портфолио Еще не существует Показывайте Работы известных Показывайте Что нужно Так Аргументируйте Свою позицию Предлагайте Аргументация Вся Прямо Все 8 пунктов Могу повторить Если нужно Так Запомните Мы об этом Изначально Договариваемся С Поставщиком Но Я таким образом Работал Наверное Лет 5 назад Последнее время Я уже Себе Подобных Наглостей Не позволяю Вот Клиенты Друзья Бюджет Хороший В принципе Деньги платят Нормальные Поэтому Я на этом Не очень Зарабатываю То есть Моя комплектация Это не мой Основной По поводу Бонусной части Я ее часто Делю с клиентами Говорю честно Что Мы получаем Дизайнерские проценты Помимо той скидки Которую вам Может предоставить Компания Существует Там некоторое Дизайнерское вознаграждение Которым я собственно Могу поделиться С вами Либо там Могу его вам Отдать В качестве Вашего бонуса И в качестве Оправдания Своей работы На вас Со многими Компаниями Даже если я Отдаю свой бонус Там все равно Остается Какие-то небольшие Проценты Которые мне Выплачивают Ну просто В качестве Вознаграждения И для дальнейшего Сотрудничества Для того Чтобы мне было Приятно К ним приходить Снова Потому что Это основной Способ Привлечения Нас Дизайнеров Способ Второй Непосредственный Разговор С Предварительным Предварительным Да Это очень важно Лиля Вступает На самом деле Я считаю Что Когда-нибудь Мы придем К европейско-американской Системе Бонусов Дизайнеров Если Кто-то Может быть Не знает В Америке Дизайнеры Они Сами Расслужаются Скидками То есть Приходя В какой-то Дизайн Центр В магазин Мебели Или света У них Есть В их Распоряжении Скидка 30-40% И Это Официальная Часть Это Не называется Откат Или Бонус Или еще Какая-то История Это Называется Именно Скидка Дизайнера И Именно Дизайнер Распоряжается Сколько Из этих 40% Или 30-20% Отдать Клиенту Там Все У них Честно К сожалению Наш рынок Как мне кажется Пока Именно Заказчиков Он пока К этому Не готов Он не готов Потому что Что делают Наши заказчики Они сразу Автоматически Начинают Считать Сколько Вы заработали На этом диване Сколько Вы заработали На этой плитке Или кухне И Вот эти Доллары В глазах У них Начинают Приводить Красные Ну То есть Красные Какие-то Бешенства Как же Так То есть Он так Заработал На Дизайнер Проекте И И плюс Он еще Зарабатывает На всей этой мере Мое мнение Вам Обеспечить Клиенту Лучшие Цены Чтобы он Понимал Что вы Отжали Ваших поставщиков Буду говорить Прямо Отжали Поставщиков По максимуму Естественно Что вы Должны Быть В этом Уверены Но Ваш Поставщик Должен Еще И Из своего Каким-то Образом Наверное Все-таки Должны Вы должны Быть Партнерами С вашими Поставщиками Допустим Мы Выступаем Партнерами С нашими Дизайнерами Мы Говорим Честно Слушайте Если Мы Можем Дать Скидку 15% То У нас Остается С вами Такая История Если Мы Дадим 20% То Уже Вот Так А Если Мы Дадим 30% То Давайте Мы Заработаем По 5% Но Мы Все равно Заработаем Это Лучше Чем 0 5 И 10 И 15 И 20 Это Всегда Лучше Клиенту Это Единственное Бонус Ну То есть Надо Сделать Так Что Вы Не Обдираете И Не Лезете В Карман Клиенту Но И Клиент Нужен К вам В Карман Лезть Это Ваш Заслуженный Бонус Это Ваша Заслуженная Работа И Она Никак Не Влияет На Карман Клиент Она Влияет На Карман Поставщика Которого Вы Отжали Как Центрифуга На Самом Деле Порочная Практика Касающаяся Бонусов Клиентов Которые С ужасом Глядят Которым Кажется Что Дизайнер Зарабатывает Больше Чем Он Это Порочная Практика Еще Из 90 Годов То есть Реально Когда Это Все Происходило Как На Рынке Кто Больше Назовешь Да Это Вопрос Честности Честности С клиентом Естественно Мы Все Бесплатно Не Работаем Естественно Мы Все Зарабатываем На Этому Деньги Просто Кому То Повезло Больше Он Зарабатывает На Своих Проектах И Получает Итоговый Бонус Непосредственно Клиента Как Он Договорился В зависимости От Договора И Все Бонусы Дизайнерские Перечисляет В Актив Клиенту Кто Берет Минимальный Процент И Действительно Предоставляет Клиенту Лучшие Условия А Кто Т Ведет Нечестную Меру И Фактически Таким Образом Не Оправдывает Своё Существование Непосредственно На этом Проекте В первую Часть Клиент Должен быть Довольный Во Второй Мамин Клиент Должен пригласить Нас В следующий Раз На Следующий Свой Объект И Друзья Должны Порекомендовать Мы Должны Обеспечить Для этого Прям Все Самые Лучшие Условия Это Кстати Клили Вопрос От Ирины Следующий Пришел Если У вас Фабрик 3D Модели Очень Легко Очень Легко Очень Легко Предлагать Любую Модель С каталога Если Есть Качественная Модель 3D Да Смотрите На самом Деле Наша Компания Работает 500 600 Фабрик Американских Да Естественно Что Все 3D 3D Модели Предоставить Мы Не Можем Но В смысле Автоматически Быстро В ту же Минуту Но Если Вас Что То Заинтересует Во-первых У нас Есть Список Фабрик В Которым Вы Можете Работать Если Какие То Фабрики Вас Очень Заинтересуют Мы Пришлем 3D Модели Для Ваших Визуализаций И Соответственно Все Любой Каприз Только Вы Обращаетесь К нам Единственное Что Как нам Лучше Сконтактировать Заходите На наш сайт Чтобы Запросы Кому Нужно Отправить Потографии Кому Нужно Отправить Я могу Указать В рассылке В понедельник Вам придет Письмо С анонсами Мероприятий И Записами Прошедших Мероприятий В бинарах И этого В том числе И Там Будет Подпись С Вашими Контактами С ссылкой На сайт Если Надо Презентацию То В артплее Заходите В гости У нас Прекрасный Кофе У нас Прекрасные Конфеты Мы Вас Всегда Будем Рады Видеть У нас Очень Уютно Красивый Шоурум Вы Сможете Познакомиться С тканями С деревяшечками С каталогами Где Рим сидел Рим Может Знает Рим Ру Раньше Сидел Здесь В этом Шоуруме Мы Переехали Сюда Если У вас Есть Уже Сегодня Вопрос Вы Можете Зайти На Наш Сайт Там Есть Почта Вы Можете Их Задавать Также Все Контакты Евгения Будет Делать Рассылку И Все Предоставит Любая Визуализация Фотографии С последней Выставки Хайп Синфинки Конечно Мы Тоже Сделаем Ссылки Диандекс Диск Наверное Сделаем Чтобы Вам Вашем Случа Действительно Само Оттверждается И Как правило Человек Который Говорит Что Его Обмануть Невозможно Но Мы Не Обманываем Мы Не Врем Это Не Наша Задача Мы Не Политики Мы Дизайнеры В любом случае С клиентами Должны Быть Заодно Да Она Само Отверждается Она Пытается Показать Свою Значимость В этом Ничего Странного Это Психологический Такой Важный Важный Момент Не Вижу Да При Первом Заказе Дизайн Плейс Слушайте Заказ Не Важно Будет Он У вас Первый Или Не Первый Всегда Будет Зависит От Объема Который Вы Будете Делать Естественно Что Заказчики Заказывают На Одну Тысячу Долларов Это Одна Скидка И Один Ваш Бонус Но Вы Никогда Не Уйдете Оближен Из Нашей Компании Потому Что Для Меня Большой Реоритет Именно Ваше Комфортное Пребывание С нами Как С партнерами Но Естественно Что Это Не Может Быть 10 Это Может Быть 20 Процентов Все Будет Зависит Со Способа Оплаты Вашим Клиентам От Суммы Заказа От Какие Фабрики Приходите Мы Вам Все Просчитаем И Обсудим Я думаю Что Будет Все Более Интересно Если Если Вам Близка Эта Тема Если Очень Интересно Пожалуйста Евгений Может Прям Отдельный Вебинар Посвященный Новинкам Посвятить Обзор Американских Новинок Вам Интересен Проголосуйте Пожалуйста В чате Если Интересен Прям Давайте Сознаем Вступила От Евгения Предложение Именно Провести Вебинар По Выставкам Отлично Плюсы Повалились Прямо Вот Сделаем Жень Нас Хотят Отлично Мы Сделаем Само Продолжение Вопрос От Ольги Как Игорь Вы Плачете Работать Чертвертников Сколько Нужно Платить Вопрос Очень Индивидуальный Визуализаторы Стоят Дорого Визуализаторы Бывают Разные Соответственно За 3D Мы платим По-разному Абсолютно Но Иногда Некоторым Заказчикам Стоит Сказать Правду Что Картинка 3D Она Дает Очень Условное Представление О том Что Вы Хотите Сделать В Его Интерьере Поэтому 3D Заказываем Не Всегда По Чертежников Стоимость Их Работы От 1000 До 3000 Рублей Лист Татьяна Можете Дать Сайт Заказчикам Конечно На самом деле На сайте У нас Не указаны Цены Только Те Которые В наличии В нашем Шоуруме Либо На складе Поэтому Вы Можете Спокойно Давайте Всегда Любые Цены На сайте Будут Учитывать Ваш Бонус Вы Можете Спокойно Давайте Любые Координаты Нашей Компании Всегда Клиенты Пришедшие От Вас Никогда Не Будет Такого Что Мы Про Вас Забыли То Еще Раз Повторюсь Вы Для Нас Самое Главное В Работе С Вашими Же Клиентами Многие Просят 50% От Стоимости Проекта Это Что И В Да Пожалуйста Поподробнее Потому Что Такое 50% От Стоимости Проекта Так Предварительным Предупреждением Что Придет Мастер Заказчик Самостоятельно А Это Было Видимо Ктатина Сайт Да Конечно Можно У нас Есть Несколько Менеджеров Но В любом Случа Завим Будет Какой Закреплен И Естественно Что Вы Будете Спокойны Что Мы Знаем Что Это Ваш Клиент И Все Будет Хорошо Да Вы Можете Быть Спокойны Конечно Звоните Интересно Как С поставщиками Договориться Так У нас Секунду Интересно Как С поставщиками Договориться У нас В области Не каждый Поставщик Вообще Готов Работать С дизайнером Почему В области Смысля Ну Это Про Саратов Это Видимо Алена Пишет Сейчас Потому Что Предыдущий Про 5-10% А Вот Светлана Извините Что Ошибся В Моем Горде Саратов Бонусная Часть 5-10% Иногда Магазин Говорит Вот 10 Делите Между Собой Сами Как Хотите Пополам Или Кому Три Кому Три Слушайте Светлана Покупайте В Москве Мы вам Доставим И дадим Бонус Не Три И Семь Процентов Поэтому Можете Быть Спокой Выбирайте На Дюй Мы Доставляем По всей России Поэтому Мы Доставим Хоть На Луну А Это Про Чертежников Чертежник Хочет Получить За свою Работу 50% От Стоимости Проекта Выбирайте Другого Чертежника К терапевту Такого Чертежника Да Клиенты Напрямую Дают Скидку Конечно Да Я вам могу Рассказать Кстати С собственного Опыта Вот Мы у Лили Комплектовались Уже Не один раз Обычно Это происходит Следующим Образом Вы приходите С клиентом Чай Кофе Все Подготовлены Спецификация Составлена Танец Маленьких Лебедей Спецификацию Просматриваем На большом Укране Все Клиенту Показываем Цены Рассказываем Цены Со Скидкой Передаем Расстаемся Милыми Друзьями Все Это происходит Вот так В Ростовской области Ростовская область Ростов-Поковь Все В Москву В Москву Я с Московской области Тем более Слышите Ну опять же Это вот вопрос Во-первых Поставщика Во-вторых Это вопрос Чем вы готовы Жертвовать Знаете как Мы не на всем В этом мире Можно заработать Вот Ну как бы Заработайте на кресле Не заработайте на тумбочке Но в любом случае Область Московская Область Ростовская Свердловская Новосибирская Не важно Находите поставщиков Которые вам довезут Где вы находитесь Не важно Сегодня 21 век Абсолютно Свободная доставка По всей России Мы возим нашим заказчикам Что вы понимали Мы делаем проекты В Нью-Йорке В Майами В Бостоне В Марбелье Наши русские заказчики Имеющие Недвижимость За границей Знают Что наши цены Самые лучшие И даже приходить В магазин В Нью-Йорке Понимают Что мы даем цены Дешевле Поэтому вы можете Быть спокойны За свои конусы Сроки И еще Что цены В любой точке Растения И мира Будут лучше Поэтому Выбирайте правильность Световщиков Это самая большая работа В начале Особенно пути Любого дизайна Правильно понимаете Да Конечно Вы не были дизайнеры Знают Честно говоря Ничего Нет Ну это Практически Послушайте Ну это действительно Так Мы все Начинаем с одного И того же Всегда поступаем На одни и те же карты Нам очень важно На первом этапе Когда мы занимаемся Полностью Всеми ремонтами Всеми комплектациями Полностью Всем объектам Все начинают Не многие себе могут Позволить Заниматься Только красотой Как бы Будничными вещами Нам тоже Приходится заниматься Мы все Формируем Свою собственную команду Это вопрос Формирования команды То есть Своего поставщика Которым Обращаешься Своей компанией Которым Заниматься Электрикой Сантехникой Канализацией Вентиляцией Кондиционированием Свои поставщики Которые будут Заниматься Комплектацией Полами Деревянными Ну и чем угодно Это только Вопрос Вашей команды Насколько Вы ей доверяете Насколько Они могут Пойти На услугу Так Еще вопросы Есть? Клиент Тоже хочет Потрогать Но ехать в Москву Не хочет А с нашими Магазинами Не договоришься Нормально Есть Примерка В конце концов Вы можете Приехать в Москву И купить здесь И доставить туда Порой дешевле Чем купить у меня Это математика Это математика Которую надо Объяснить Клиенту Более того У многих поставщиков Московского рынка Есть такая услуга Называется Примерка Вы оплачиваете Мы вам привозим То что нравится Оставляете Посидели Потрогали Не понравилось Вернули Мы вам вернули Деньги Ну естественно Если вы возвращаете В надлежащем виде Поэтому это не проблема Но вообще Зачем Ленивые заказчики Которые не могут С Московской области Доехать до Москвы Ради своего комфорта Который будет Для них Многие годы Обеспечивать покой Алексей Непонятен ваш вопрос Вас наверное Интересуют Цены по сравнению С Нью-Йорком Какие у нас цены Лучшие цены Чем в Нью-Йорке Приходите к нам Вместе В областях Наверное Миша Нанимают дизайнера Потому Алексей Я не шучу Правда Вы можете Поэтому там клиенты Сами себе дизайнеры Поэтому салонный магазин На них настроены Поэтому дают Скидки на прямую клиенту Ну да Конечно Наверное К сожалению К сожалению Это только вопрос Работы Непосредственно Маркетинга Компаний Мебельных Ваших Компаний Поставщиков Которые занимаются Поставками Строематериалов Мебели Вообще Все комплектации А почему Вы не можете Прийти к этим Шумовым Сказать заранее Что такой-то Такой-то клиент Это придет От вас клиент Чтобы они Изначально Заложили Есть компании Которые Не определились На кого Не ориентированы На конечном клиенте Либо на работу С партнером И благо Такие существуют Потому что Простите за выражение У нормальных пацанов Всегда будет работа Компании Которые нормально Относятся К партнерским услугам Это их конкурентное Преимущество При наличии На рынке Таких Старобряд Ведения бизнеса Ну это Даже на самом деле Не вопрос Старобрядничества Я так думаю Что просто Не окончательно Донесена Позиция О том что Твой дизайнер Это твой авторик Клиент у тебя Купил один раз Дизайнер за год Заказал восемь Вот Не всем понятна Очень простая Элементарная логика И слава богу Подскажите За счет числа Стоимость американской Мебели Вашей компании Дешевле чем в штатах Ну Наша компания Конечно Простите Реклама У нас вопрос Такой есть Для того чтобы Обеспечить нам Цены лучше В Майами Для наших клиентов Чем они могут Докупить в магазине Наша компания На большие суммы Сотни тысяч долларов В каждой фабрике Покупает ежегодно Выполняет те планы Да Другая закупок Чтобы вам обеспечивать Лучшие цены У нас очень хорошие скидки Мы нарабатываем годами Скидки С нашими фабриками Для того чтобы Обеспечить Лучшие цены В Москве Более того Мы очень много возим У нас свой склад В Америке Свой склад В Италии Свой склад В Москве Бесперебойная поставка Нам обеспечивает Большие поставки Вернее Нам обеспечивают Очень низкую стоимость Доставки Поэтому Мы можем гарантировать Вам что это Дешевле Вы можете проверить Это сами Приходите к нам в гости Оплаты в рублях В Нью-Йорке Нет такого вешнего Это такой сарказм Да Это сарказм Да Татьяна К сожалению Но Это еще пока не фунт Поэтому есть чем Рабиливать Через нашу страну Все конвертируют Валюту Из долларов В евро Поэтому у нас Парут дешевле Чем За границей Да Тем более Сейчас пришел Трамп Нам в ближайшие 4 года Можно спокойненько Вообще Импортировать И спокойно Жить И дышать Поэтому Всего там Алексей в Москве Дороже уже точно Это тоже такое Скоро саркастическое Замечание Так Еще какие-то вопросы Вопрос такой Вы занимаетесь Полной Переподборкой Допустим Интерьера Комплектации Потому что Многие дизайнеры Допустим Неопытные Боятся Брать Большую комплектацию Потому что Боятся Просто не осилить Ее с точки зрения Каких-то рисков Или страхов Ну бывает Внутренний Затых По-русски Называется Облажаться Да Или Подобрать все Со вкусом Так Чтобы Сами пугаются Цифр Допустим Можно ли вам отдать проект Чтобы полностью Комплектовали Под задумку У вас есть Внутренний Штатный дизайнер Конечно У нас есть Дизайнер Консультанты Которые Видят ваши картинки Они уже знают Какой-то диван Стоит на картинке Какая кровать Более того Они знают Сколько диванов Вам нужно предложить Чтобы в разных сегментах Соответственно Видя картинку Они вам предлагают Сразу выбор Для вашего клиента Наши дизайнеры Это делают Поэтому Даже если вы будете Прислать просто картинки Мы вам сделаем Подбор По спецификации Сколько есть диван Из Америки При условии Что он есть На фабрике Или складе 30-40 дней Это именно Срок доставки По морю К сожалению Пока еще транспорт Автомобильный Между Америкой И Россией Не сделан Может он большой Через океан Но 30-40 дней Это именно Срок доставки Плюс Ну то есть Может недельку На все эти заборы По Америке Но в среднем Это уже не как раньше По полгода За 40-50 дней Мы можем уложиться Полностью Привезти в умный диван Если он едет в наличие Соответственно Может быть Какая-то оставили Соответственно Может быть На плане Если ваша будет ткань Если ваша будет Ваш выбор Будет На ткани У нас в шоуруме Или вы можете Свою ткань Прислать на фабрику То это будет Чуть дольше На заказ В среднем 4-6 недель Производства Ну и плюс 40 дней доставка Так Так Татьяна печатает То есть Картные вещи Вы делаете Конечно У нас есть Многу тысяч тканей В шоуруме Всех фабрик Где вы можете Спокойно Приходить Выбирать И делать То, что вам нужно Хоть лиловый Хоть зеленый Хоть пурпурный Хоть в горошек Все есть Все есть Дорого и богато Мы тоже, конечно, возим Не очень любим Но возим Есть у нас такие клиенты К сожалению Причем Очень молодые На самом деле Так вопрос Это к вопросу Полюбить Что ты делаешь Спасибо за навес Комп Пока обновляется Пропустила сроки Сроки поставки 30-40 дней Ну будет Если есть В наличии Если на заказ Чуть дольше Записи переслушайте Да Переслушайте Переслушайте Записи Так, все Больше вопросов нету Спасибо, что вы были с нами Спасибо большое Что пришли Нет Еще 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 Что-то там идет Вам спасибо Вам всем спасибо Всего хорошего Приходите еще Да Звоните Пишите нам Приходите на кофе До свидания Спасибо вам Очень интересно Спасибо Мы рады Что вам было интересно До свидания Спасибо Спасибо Спасибо